В Азербайджане за сутки коронавирус выявили у 148 человек. 177 вылечились и выписаны домой, жизни двоих спасти не удалось. В целом, с начала пандемии в стране зафиксировано 39 042 факта заражения COVID-19. Учёные из США определили главный способ заражения коронавирусом. Согласно исследованиям, респираторная передача вируса является доминирующей. Ключевые же факторы передачи – близость к конфицированным людям и плохая вентиляция. В основном, вирус обнаруживают среди молодых людей. В больницах по всему миру всё больше пациентов в возрасте до 30 лет. Назвать это второй волной многие вирусологи не решаются. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что второй волны эпидемии не избежать. Как я уже говорил несколько недель назад, нет никаких сомнений, что нам следует этого ожидать. И теперь мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции и Испании, по всей Европе. Количество госпитализированных больных COVID-19 удваивается каждые восемь дней. Важно, чтобы люди соблюдали ограничения. Иначе нам вновь придётся закрывать на карантин всю страну. Франция вновь вернулась к тотальному масочному режиму. В стране заболевших больше, чем в разгар пандемии весной. Только за последние сутки выявлено 10,5 тысяч новых случаев заражений. В Австрии же нарушителям ограничительных мер грозит штраф. С 21 сентября носить медицинскую маску придётся не только в помещении, но и на улице. Накануне в Вене начали массовые тестирования жителей. В Китае на карантин закрыли город Жуили. Въезд и выезд из города под запретом. На коронавирус тестируют всех местных жителей. В целом, во всём мире с начала пандемии болезнь уже унесла жизни более чем 950 тысяч человек. По числу излечившихся от COVID-19 лидером в мире стала Индия. Общее число выздоровевших превысило 4 миллиона.